Всем привет! Доброе утро, даже можно сказать очень раннее утро, 4 часа утра, вот я еду на работу, а люди еще все спят, ну плюс для меня так дорога свободная, без пробок доеду. Так что, короче я свою машину отдал на сервис, там масло поменять. Доброе утро, один день я без машины, вот как раз в этот день не надо начинать рано. Это я тут еду сейчас дворами потихоньку, нужно немножко путь сократить. Еще и сверху дождик идет, коты лазят тут вон черный весь. Так что, друзья, сегодня у меня раннее утро, ночная вот так. Сейчас пока доеду весь мокрый буду, хорошо хоть куртку дел. В принципе, не должен сильно промократь. Я, короче, за экологию. Да я тут не один. Еще такие же, как я, ранние пташки. Так, жду пока зеленый загорится. Уже машин побольше стало. Все, можно ехать. Посмотрите, ну и сейчас темно, наверное, не видно дорожки красные вот это для велосипеда. Удобная вещь, можно по ней ехать. Вот она специально сделана. Ну вот я и доехал до работы, самый первый. Сейчас надо ворота открыть. Все, пошли. Сначала я пойду, то есть поеду, машину заведу. Потом уже можно ехать переодеваться. Подножка есть, это уже радует. Ну вот такой вид у меня будет. Велосипед и моя рабочая машина. Так, ну что, рабочий день у меня начался. Сегодня вместо чая взял кофе. Так как, чтобы не уснуть. И сейчас я еду на другой филиал. Так как работаю сегодня на другом заводе. 45 минут езды. Плюс, самостройка будет находиться далековато. И шеф сегодня приедет в 5 часов утра. И один рейс сделает за меня. Так как я в это время сделаю паузу. Потому что ехать долго. У нас здесь мы ездим по электронным карточкам. Чтобы не нарушать немецкий закон. То есть там 4,5 часа ты должен ехать. И между вот этими часами у тебя должна 45 минут пауза быть. И вот шеф пока будет ездить. Мы должны паузу сделать. То есть все по закону. Только ночью дальнобой едет дальше. Остальные все спят еще. Так, я уже приехал. Вон Санек стоит. Уже с утра с сигареткой во рту. Саня, ну что ты? Рассказывай. Становись. Кто тебя заставил так рано вставать? Смирно. Что там такое? Не знаю. Дебаты утренние. Проблемы уже, да? Ну, наверное. 600 метров сегодня будем возить. На этом. Три рейса и там. Ветряная мельница. Три рейса домой. А шеф по-другому думает. Что я сегодня специально приехал. Чтоб ты не три рейса сделал. Пускай сделает тоже три рейса. Я все против что. Пускай катается. Он один. И ты пять. Ну нет. Пять не будет. Ну это вот моя машина стоит. Сейчас шеф первый рейс поедет. Ну я, наверное, с ним поеду. Чего тут стоять, да? Слушай, лучше в кабине сидеть, чем... Да лучше садись вон в мою, отдохни. Смотри, мальчик. Не доспал. Смотри. Шеф проходит. Потом. Тень заблудится. Там где его искать. Ни машины, ни шефа. Салам алейкум. Ты должен маску одеть. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. А маски надо? Ну как маску? Я без маски зашел. Ну на меня так посмотрели как будто. Салам алейкум. Ну вот кстати у нас корона в Гамбурге уже прошла. Да, мы уже скажем все. Салам алейкум. Они тут еще тесты делают. Такие вот дела сами. Ты готов сегодня работать? Я, Андрюха, вообще не собирался сегодня. О, маска. Почему ты не собирался работать? Ну, блять. Дождь. Сыро, холодно. Охота домой. Он еще работать не начинал уже. Домой захотел. Вот это водитель сегодняшнего нашего поколения. Которые работать не хотят. Смотри, там все это у нас. В Германии надо деньги, чтобы на деревьях росли. Обещали нахуй. Обещали. Красиво, да? Сань, ты деньги-то повисал на деревьях. Мы сейчас будем снимать. У меня, смотри, у меня даже вон в машине место воздуха, освежителя воздуха. Пятихундратовая купюра висит. Посмотри, как он в маске смотрится. Эту маску я, наверное, получил в начале эпидемии. Она еще осталась. И фунт сделали, и потом это, да? Саня, ты должен до шефа теперь сходить. И шеф уже заедет. Вон. Руку поднял. Говорит, вы что тут ходите втроем без... У вас даже расстояния полтора метра нету. Как? Что это за фигня, да? Какой инзы? Какой инзы? Что, правда? Инзы? Ну вот этот человек поедет на остров. Шлюзы, да? Да. Вон. 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 Ну вот где я был-то там, на этих шлюзах будет. Ганн Старь? Да. 18-19 лет. Ну о чем вы мне говорите, мне вообще ни о чем не говорите. Единственное, кто из нас, это Саня. Он местный, он знает. Как только я знаю. Вот так у нас проводятся тесты. Он хочет в маске тест делать, да? Да. В маске. В маске. Маску снимать нельзя. Ты в курсе, да? Я уже кофе попью. Я вот думаю, знаешь, блядь. Нахуй-то мы съем, блядь, это. В нос, нахуй. Я уши не чистил никому. Мы себя, блядь, в ушах не ковырялись бы. А давай это, сделаем пробую. Ты просто намочи вот эту, без этого. Сразу туда. И все. Видишь? Если держится, значит нет. Да. Значит нет. Мне сейчас больше интересно, где вот вверхов. Так вон же там дверь есть вторая. Да. Пиёк я уже налил. Пойду я воду выключу. А то шеф говорит, я воду включил. Иди-ка. Воду выключи. Ну а что, как говорится, шеф здесь нас. Приехал, покомандует немножко. Но вода почти полная. Ну что, первый рейс. Шеф ездил за рулем. Ну а теперь я поеду. Возимый бетон на ветряную мельницу. Делаем фундамент 600 пупиков с двух заводов. Туда-обратно по времени два часа выходит. Час туда, час обратно. В принципе нормально по автомагистрали едешь. Потом съезжаешь и там через деревня едешь по деревням. Потом по лесу едешь, короче. Но я дорогу запомнил самое главное. Теперь можно ехать спокойно. Так, ладно. Ну что. Потихонечку. Буду заезжать на загрузку. Там где-то Саня. Они вдвоем поехали. Так как один знает дорогу, второй нет. И они вдвоем поехали. Сейчас должны подъехать. Еще надо вспоминать, как заезжать тоже у них. По-другому немножко. Как у нас. Вот. Все. Попал. Все. Работа кипит. Надо еще заехать. По пути я там видел. В деревне небольшой. Пулочная деревенская. Надо заехать. Потому что начали в четыре часа. И. Как бы я не завтракал еще. Время сейчас пол восьмого. Вот. Кофе горячий с собой взял. Надо будет булочку купить. Какую вкусную. Деревенскую. И можно тогда спокойно работать. Заullah. ажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Десять минут разгружаешься и можешь сейчас спокойно обратно ехать Это лучше, чем в городе Уже в городе ты можешь ехать час, но по светофорам через пробки, а тут спокойно Вот в такой маленькой деревушке есть небольшая булочная Видите, как живут крестьяне? Травка аккуратненько подстрижена, клумбочка Все аккуратно, видите забор какой? Не как в России, два метра Да тут заборов-то нигде и нет Так, один человек может только внутрь зайти Так что оставайтесь снаружи, я пошел Как принято в маленькой деревне, когда приходит клиент, спрашивают, как ваши дела Немножко поговорили о погоде Цена Я говорю, что у нас в Гамбурге цены в два раза больше на такие булочки Потому что мы на земле сами питьем, из-за этого дешевле Взял я сосиску в тесте Даже внутрь с кетчупом Чтобы вкуснее было Так вот Каждый раз, когда еду в деревню Убеждаюсь, что люди в деревне более открыты, чем в городе Ну что, друзья, загрузился я снова еду туда же Как ни странно, ни одного Александра, ни второго я по пути не встречаю Ездят на одну стройку Но я предполагаю, что они ездят другим путем Тут есть два пути Первый по автомагистрали Он чуть длиннее на 2 километра, но он быстрее Потому что он до 90 и пошел Второй путь, это у нас через деревню И там он на 2 километра короче Но, опять же, через деревень ты едешь там 50 А если ты выезжаешь за территорию населенного пункта Там уже ты можешь ехать, ну окей, 70 А ты можешь 80 Ну на свой страх и риск Потому что если где-то будет ротор стоять, ты попадешься Как бы вот так Может быть они по этой дороге ездят Тоже такая возможность есть Ну, увижу, спрошу Так, теперь я погнал на новый рейс Так что, смотрим Вот следы видите здесь на поле С утра бетонный насос сюда заехал, застрял Я не знаю, что тут он делал, водитель На своем бетонном насосе решил по полю проехаться Он застрял Приехали первые миксеры И его вытаскивали Вот, хотя здесь место развернуться Можно смело 2-3 машины за раз То есть площадка большая Я представляю лицо этого водителя Приезжает первая машина с бетоном Этот стоит где-то в пахоте, блин Застрявший Тоже, да? Я вообще удивляюсь, как так Там такая площадка Вот я сейчас вам покажу Что вы видели, наверное Площадка Площадка такая же, как и здесь То есть У тебя место в море Ты можешь тут развернуться, тут развернуться Да и вообще зачем разворачиваться Приехал сразу, раз заехал, встал И все Так, ладно Пойду я сполосну Лоток И можно ехать дальше Тоже, вот помогают Нам ездят Вот идет полуприцеп Десяточку везет за раз Много интересно У этой машины Когда он первый раз приехал Он разворачивался Перед бетонным насосом У него На полуприцепе Задняя ось Подруливает Вообще офигеть Так, что тут случилось У них В деревне что-то произошло Собралось Пол деревни И одеты они В парадную форму И мигалки Включены Так Что это такое Я предполагаю Что здесь Свадьба А вот наш Я плачу Стоит Я смотрю Чуть ли Навстречку Не заехал Это водитель Бетонного Насоса Который должен Заменить У них Две Смены У них Две смены В machen Моин Моин Ампил Ампил Хауппстрgano Лик У нас находили Нужно Нужно У нас Спасибо Да короче что-то я вам рассказывал про пожарников вот возможно кто-то из пожарников сегодня женится или у них может быть сегодня не расписывается так вот и они одели по этому поводу парадную форму второе это водитель должен поменять первого то есть второй водитель должен поменять первого водителя который работает сегодня с 3 часов утра 3 часа утра приехал там пока застрял его вытащили он начал качать там где-то пол пятого и сейчас у двенадцатого по говоря отработал с 3 года до 12 рабочее время это же мой четвертый рейс саня подъехал по снимает камера ой ой что-то не смешно сегодня так правильно во сколько ты сегодня встал? два два что так рано я в три встал на что ты начинаешь? ну вот сейчас будем полтора кубика заливать может я тебе сказал? полтора кубика? полтора кубика ёлы-палы так тебе придет самому одному и лопатой вытаскивать излишки да-да-да может все заливать я даже тебе могу этот включить если что он начнет работать и уже пойдет это мотивация к работе уже да уже мотивация к работе короче шеф мне такой говорит Андрюха у тебя сколько там осталось по времени я говорю ну мне хватит до бетонного насоса доехать разгрузиться а на обратный путь не хватит он говорит я тебя на стройке подожду типа чтобы обратно ехать сейчас он с Аней уехал то есть я еду до стройки потом он садится и обратно едет так все загрузился зеленый горит значит можно отъезжать опа погнали и и и и и и и сегодня же с нами ездит три машины от нас работает и вот он как раз садится на одной машине проедет потом на вторую садится и на третью грубо говоря это он делал для того чтобы мы свои паузы сделали просто рядом сидим пока мы сидим якобы у нас пауза идет из своей карточку вытаскивает и когда он проезжает на 45 минут или час и потом вставляем и жмем на паузу для чего это делается ну во первых в германии у нас система очень строгая контроля в том плане сейчас даже полицейские могут проехать и считать твои данные с карточки за 828 дней если какие-то будут несоответствия они могут остановить штраф тебе штраф шеф мне шеф сказал что за последний месяц я паузы не сделал и там еще были у меня что где-то не нажал правильно ну в плане того что не нажал что у меня допустим время кончается четыре с половиной часа я дальше продолжаю я же не могу остановить машину если у меня там до стройки осталось там километр и вот он начинал горит если проверка была бы он заплатил 8000 евро штрафа у меня 1000 евро было всегда фирма да на кого ты работаешь у них всегда наказание йод жёстче чтобы они знали и вот из этих вот таких то есть специальная программа у него на компьютере есть он все наши данные считывает если где-то несоответствие она сразу выдает предполагаемый штраф чтобы он уже знал после этого конечно он будет приезжать на работу и ездить а мы в это время якобы отдыхали ну чтобы ты не за рулем на карточке у тебя пауза стоит все нормально и по своей доброте душевные парни давайте я приеду там немножечко поеду за вас нет это все делается ради того чтобы контроль будет чтобы все было чисто никаких там штрафов не было потому что мне штраф ему в двойне штраф из-за этого вот он сегодня и помогает но так заливаем фундамент 600 метров внутрь входит немножко замешал так как бетон густоватый вот они взгляни от нити стоят ветряные мельницы машина сейчас разгружается и они все заканчивают на этом 600 метров сегодня вывезли даже может больше я мечтал хорошо не последняя то последней машины может быть еще и бетон останется а может и не хватит что подведем промежуточные итоги сегодняшнего рабочего дня начал в 4 сейчас ровно 6 я еду себе на завод но это еще минут так 45 если без пробок ну а круглым до часа это будет уже 7 часов вечера в 4 7 закончил это уже у нас входит 12 и там плюс 5 6 7 3 12 плюс 3 15 15 часов плюс наездил сегодня раз два три 4 5 шесть 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 шестьсот километров и надо мне еще сейчас за машиной ехать завтра в шесть часов начинаю но такие рабочие дни бывают что еще и с этой субботы не все буду не поеду не вот так вот хватит и без субботы до обеда работаешь а все равно это как весь полный день можно выкинуть так что все едем в город ну что вот мой конь стальной ждет правда весь мокрый вот русская нива каждый раз проезжаю все думаю снять видите стоит ждет своего покупателя наверное него экспортная может быть там что-то получше чем в простой ниве как-нибудь время надо сходить посмотреть капот открыть проверить что внутри что за супер двигатель куда ты едешь серёга на вторую работу да вот посмотрите серёга видите чебурашка русский флаг все как положено патрон еще и патроны чтобы улыбались боялись и нюхали русская русский дух да ты скажи еще короче едем мы за машиной сегодня отработал сейчас пока приеду завтра опять рано начинать а ты серёга чем занимаешься в отпуске нахожусь в отпуске пытаюсь находиться там то надо одно сделать другое так вот отпуск есть пройдет ночью неделя же есть намек понял так а ты на даче то и не работал уже спрашивают он уже пишет в комментариях где этот мужик в отпуске в отпуске Саня я в отпуске так что не ждите его надо на даче да ну такая погода смотри да погода плохая ну все можно домой теперь ехать серёга спасибо что довез есть подробнее что на даче сирик приходи на даче угощи кофе он да да ты намек понял да серёга уже знает слово дать это уже какое давай слово работать ну может быть и про это да даже здесь продают мой рабочий день подходит концу еду я наконец-то домой на своей машине смотрим канал пишем комментарии лайки дизлайки все как все по же вашему желанию и подписываемся